Велосклад.рф Если не хотите покупать велокомпьютер, воспользуйтесь собственным смартфоном. Большинство современных гаджетов имеют навигатор, а вместе с ним и спидометр. Загрузите подходящее ПО и в путь, но не забудьте обзавестись достойным защитным чехлом. Совет третий. Если вы прокололи камеру, а под рукой нет клея и заплаток, возьмите простую монету. При помощи камня или иных подручных средств загните ее таким образом, чтобы изгиб пережал место прокола. Теперь можно добраться до дома. Такой конструкции хватит на пару десятков километров. Совет четвертый. Если вы устаете от седла, оно кажется вам жестким, то не спешите менять именно седло. Попробуйте покататься на велосипеде с амортизирующим штырем. Он гасит вибрации и значительно повышает уровень комфорта при катании. Совет пятый. Во время катания, независимо от интенсивности, пейте побольше воды. Делайте несколько коротких глотков каждые 15-20 минут. Это необходимо для поддержания промыжидкости в организме, что особенно актуально для коленных суставов. Совет шесть. Всегда надевайте перчатки. Травмы ладоней самые распространенные и полезненные. При падении 70% истирания принимают на себя перчатки. Плюс руки у вас всегда будут чистыми и отпадает необходимость таскать с собой салфетки. Совет седьмой. Используйте очки, даже если нет солнца. Если вы катаетесь по пересеченной местности агрессивно, то глаза необходимо защищать от попадания веток или насекомых. Последнее актуально, даже для тех, кто катается в городе. Совет восьмой. Чтобы быстро и эффективно остановить велосипед, тормозите обоими тормозами. Такое торможение самое эффективное на любом типе тормозов. Никогда не останавливайте велосипед только одним тормозом. При использовании переднего, наиболее эффективного, вы можете перелететь через руль. А торможение задним тормозом приведет к движению юзом. Лучше всего применять импульсное нажатие даже в экстренных ситуациях. Тогда вы не заблокируете колеса и быстро остановите велосипед. Кстати, так колодки изнашиваются значительно медленнее. Совет девять. Одевайтесь по погоде. Даже если деньки жаркие, то к вечеру может сильно похолодать. Чтобы не таскать с собой объемную кофту, возьмите дешевый, недышащий дождевик. Чтобы согреться, просто ускорьтесь. Ваше дело начнет греть само себя. В дождевике нет вентиляции, это равносильно тому, как залезть под одеяло и начать дышать. Так что вы быстро согреетесь. Совет десять. Блокируйте вилку на асфальте. Тогда при катании раскачки будет меньше, а вся энергия вращения педалей будет уходить в скорость. При катании по пересеченке разблокируйте вилку. Тогда катание станет комфортным, а кочки не будут отзываться неприятными вибрациями. Вот такие простейшие советы для новичков и любителей. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь своими советами в комментариях. Это был Велосклад. Пока!